Всем привет! В этом ролике мы вяжем детскую ажурную косынку на лето. Я вяжу на девочку 8 лет, обхват головы 52 сантиметра, очень удобная косынка, красиво сидит на голове и отлично выполняет свое предназначение. Простой ажурный узор, который смотрится очень эффектно, косынка с завязками, длина завязок здесь 18 сантиметров. Вязать будем из натуральной хлопковой пряжи Газал Гизамат. В составе стопроцентный египетский хлопок, в мотке на 100 грамм 250 метров. Для работы рекомендуется спицы 2,5-3. Косынку я вязала на спицах 3,5. У меня красивый солнечный цвет номер 5559. В палитре пряжи вы найдете очень много интересных ярких оттенков. Расход на косынку минимальный. У меня остался еще практически целый моток. Пряжа очень нежная, тактильно приятная, шелковистая. После ВТО жестче не становится. Отличная мягкая пряжа для вязания на лето. Пройдемся по параметрам. Высота косынки около 24 сантиметров, длина основного полотна 40 сантиметров, завязки по 18 сантиметров. Мы начинаем вязание завязок. Оставляем длинный кончик нити и на спицы 3,5. Обычным способом набираем 140 петель плюс 2 кромочные. Вяжем мы поворотными рядами, поэтому длина лески может быть любая. Набрали 180 петель, развернулись. Первую кромочную снимаем. Начинаем вязание узором рис. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. В этом ряду все петли провязываем за передние стенки. Одна лицевая, одна изнаночная. Довязываем ряд до конца. Довязали ряд, разворачиваемся. В следующем ряду над лицевыми провязываем изнаночные, над изнаночными лицевые. Изнаночные за переднюю стенку, лицевые за заднюю. Последующие ряды формируем точно так же. Всего нам надо провязать 7 рядов узором рис. Над лицевыми провязываем изнаночные, над изнаночными лицевые провязали 7 рядов мы сейчас находимся на лицевой стороне выделяем маркером 35 петель с начала ряда и 35 петель с конца ряда эти петли мы будем закрывать серединку будем провязывать закрываем петли самым обычным способом кромочную снимаем провязываем лицевую накидываем на нее предыдущую снова лицевая накидываем предыдущую таким образом закрываем все петли до маркера провязываем лицевую накидываем предыдущую не дошла до маркера мы сформировали завязку с одной стороны вот эту оставшуюся петлю нам тоже надо закрыть маркер убираем провязываем лицевую накидываем предыдущую Мы перешли на середину, здесь 5 петель нам тоже надо провязать узором рис, будем формировать кромку над лицевыми и изнаночными, над изнаночными лицевыми. 5 петель провязали, повесим маркер, отделяющий кромку от основного полотна. Здесь мы будем формировать узор рис всегда. После маркера все петли провязываем лицевыми. Один ряд у нас будет провязан лицевыми, второй ряд будет провязан с накидами. провязываем петли середины не довязывая 6 петель до маркера 6 петель до маркера оставляем это 5 петель узором рис и 1 кромочная провязываем петли узором рис кромочную с лицевой стороны провязываю лицевой маркер возвращаю на то место где у нас заканчивается начинается кромка и вот эти оставшиеся петли нам тоже надо закрыть точно также провязываем лицевую накидываем на нее предыдущую закрываем все петли до конца ряда конца ряда вытягиваем длинную петлю и здесь нить отрезаем теперь будем работать только с центральной частью косынки постепенно убавляя петли до и после маркеров формируя такой треугольник мы провязали лицевой ряд подводим нить с изнаночной стороны изнаночные ряды мы всегда провязываем по узору кромочную здесь провяжу изнаночной чтобы нить подсоединить далее до маркера вяжем 5 петель узором рис после маркера здесь все петли провязываем просто изнаночными вяжем до маркера после маркера снова формируем узор рис кромочную с изнаночной стороны провязываем изнаночной разворачиваемся в каждом лицевом ряду мы начинаем делать убавление после маркера и до маркера провязываем узор рис до маркера после маркера провязываем 2 петли лицевой с наклоном влево для этого провязываем 2 петли лицевой за задние стенки каждом лицевом ряду будем делать такое убавление и у нас сейчас ряд с накидами делаем накид провязываем 2 вместе снова накид 2 вместе лицевой за задние стенки снова накид 2 петли вместе таким образом довязываем до маркера не довязывая 2 петли в конце ряда накид не делаем у нас осталось 2 петли мы их разворачиваем и провязываем лицевой за передние стенки получилась петля с наклоном вправо после маркера довязываем узор рис кромочную в лицевых рядах провязываю лицевой в изнаночном ряду петли вяжем по узору сначала узор рис после маркера все петли вяжем изнаночными в том числе и наши накиды довязываем ряд до конца в лицевом ряду не забываем формировать убавки вяжем 5 петель узором рис после маркера 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево провязываем 2 петли за задние стенки сейчас у нас ряд лицевых на основном узоре все петли провязываем лицевыми не довязываем 2 петли до маркера эти две петли разворачиваем провязываем лицевой за передние стенки получилась петля с наклоном вправо довязываем ряд узором рис изнаночный ряд провязываем по рисунку сначала узора рис затем все петли изнаночные и заканчиваем узором рис лицевой ряд ряд с накидами не забываем делать убавления до и после маркеров сначала 2 петли с наклоном влево далее делаем накид 2 вместе снова накид 2 вместе довязываем таким образом ряд не довязывая 2 петли до маркера их разворачиваем провязываем вместе лицевой с наклоном вправо заканчиваем ряд узором рис в изнаночном ряду у нас рис и петли изнаночные в лицевом ряду ряд лицевых после маркера 2 вместе лицевой с наклоном влево далее все петли лицевые перед маркером 2 вместе лицевой с наклоном вправо таким образом будем вязать до тех пор пока на основной части у нас не останется всего лишь 2 петли, то есть петли кромки, далее 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, на основной части у нас осталось 2 петли, довязываем ряд узором рис, изнаночный ряд по рисунку, узор рис, в середине ряда у нас будет 2 изнаночные и далее снова узор рис, теперь убавление петель мы будем делать захватывая петли с узором рис, то есть кромочную снимаем, провязываем 4 петли узором рис, пятую петлю нам надо провязать вместе с петлей основного узора, 2 вместе с наклоном влево, следующую петлю провязываем вместе с одной петлей узора рис, разворачиваем 2 петли, провязываем 2 вместе с наклоном вправо, довязываем ряд до конца, изнаночный ряд вяжем по рисунку узор рис 4 петли далее 2 изнаночные и снова узор рис кромочная разворачиваемся теперь мы провязываем 3 петли узора рис 1 2 3 2 петли нам надо провязать с наклоном влево 2 петли с наклоном вправо довязываем 3 петли узором рис и кромочная в изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку снова у нас убавление петель теперь провязываем 2 петли узора рис 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо довязываем ряд узором рис таким образом будем вязать пока на спицах не останется 4 петли то есть кромочная 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо и кромочная 4 петли на спицах разворачиваемся и нам надо провязать все эти четыре петли вместе 1 изнаночной вытягиваем длинную петлю и здесь нить отрезаем прячем хвостики и отправляем нашу косынку на в эту я стираю в машинке на режиме ручной стирки сушим на горизонтальной поверхности расправив изделие и заблокировав то есть по периметру можно прям закрепить булавками чтобы изделие приняло правильную форму вот такая замечательная красивая косынка на лето спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе